В Ташкент за лечение. Карагандинец Данила Левицкий поедет в столицу Узбекистана на операцию. 9-летнему мальчику помогли неравнодушные жители шахтерской столицы. Лечить юного карагандинца будут не только узбекские врачи, а также специалисты из соседней России. Напомним, что о Даниле мы говорили еще в прошлом году. Сегодня хорошей новостью с нашим телеканалом поделилась мама больного ребенка. Мирамгур Салкимбаева о больших проблемах маленького Данилы. Не плачь, что ты плачешь. Все, маму плачь. Это кадры еще прошлого года. Обратившись в редакцию новостей нашего телеканала, Марина Левицкая просила о помощи. Не для себя, а для своего ребенка. У 9-летнего Данилы сколиоз четвертой степени. По словам женщины, искривление позвоночника у него произошло в 4 года, когда местные врачи не уследили за здоровьем ребенка. Врачебная ошибка другими словами. Больному мальчику срочно нужна дорогостоящая операция в самое кратчайшее время. Семья Левицких была намерена сделать ее в Москве за 20 тысяч долларов. До 4 лет ребенок не ходил у нас. Ползал на попе. И из-за этого пошло у нас сильное искривление. Нужную сумму собрать не удалось. А болезнь прогрессирует с каждым днем. У нас пошел изгиб на ручках. У нас неправильная деформация ручек. Грудная клетка у нас нарушена. И потом от факта того, что он не ходил, он ползал на попе, у него пошла вся основная опора на позвоночник. Но планы изменились. На днях Марине Левицкой сообщили радостную новость. Такую же операцию можно сделать в Ташкенте всего за 15 тысяч долларов. Лечение продлится около трех месяцев. Мы собрали 15 тысяч долларов на операцию ребенку. Поедем мы оперироваться в Ташкент. Там оперируют нас ташкентский и новосибирский врач. Вот мы были на консультации. Сказали, что все будет у нас хорошо, что дает 100% гарантию. На этом хорошие новости в семье Левицких не закончились. На День независимости страны многострадальцам вручили ключи от квартиры по программе «Занятость-2020». Ключи от квартиры, от трехкомнатной квартиры в Майкудуке, в 14 микрорайоне. И хотели бы, конечно, выразить всем огромную благодарность, всем жителям Караганды, и не только Караганды, и ближайших городов. В Ташкент Карагандинская чета отправится совсем скоро. Осталось привести в порядок некоторые документы. Мирамгуль Салкимбаева, Лужас Кабасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Мирамгуль Салимбаев, Евгений Афанасьев.